Теплоход Георгий Жуков был построен в 1982 году, но с тех пор был модернизирован, чтобы соответствовать современным стандартам. Поэтому в 2018 году обновленное судно готово предлагать круизы даже самым взыскательным ценителям отдыха на воде. Развлечения, хороший отдых и вкусная еда, то, зачем стоит отправиться в круиз на теплоходе Жуков. Характеристики транспортного судна внушают доверие. Корабль имеет 4 палубы и 131 каюту. Его максимальная скорость будет 26 узлов, то есть 25 км в час, а длина чуть больше 130 метров. Ширина составит чуть больше 16 метров. К описанию стоит добавить, что осадка – 2,8 метра, а водоизмещение – 3936 тонн. На судне могут разместиться 295 отдыхающих. Теплоход Василий Чапаев Размещение пассажиров во время путешествия Теплоход Жуков предлагает в каютах разного класса. Имеются две каюты – люкс-5, полулюкс, которые идеально подойдут для комфортной прогулки по реке. Кроме них на суд пассажиров представлено 38 на 2 места, одноярусных – 49 кают на двоих двухярусных, для одного человека 15 кают и на 3 места 30 кают. В каютах есть все необходимое для удобного и спокойного отдыха. Каждый тип кают имеет свои особенности. Люкс. Шикарные полноразмерные окна уже делают каюту «люкс» особенной. Но кроме этого, в каюте есть и другие удобства. Кроме кровати и шкафов есть мягкая мебель, а кроме стандартного санузла с душем есть телевизор и холодильник. Как всегда, кондиционер. Каюта двухкомнатная. Полулюкс. Имеет незначительные отличия от предыдущего типа, но основное оснащение тоже полноразмерные окна, мягкая мебель, телевизор и холодильник сверхобычных удобств. Одноместная каюта. Во время дороги можно полюбоваться видами в окно, а каюта на одного человека, где никто не помешает расслабиться. Оснащена обычным для такого типа помещений образом, шкафом, санузлом с душем, радио и кондиционером. Одноярусная двухместная. Все стандартно, шкаф, санузел с душем, кондиционер и радио. Есть окно. Двухместная с двумя ярусами. Два спальных места, одно над другим. Шкаф, душ, туалет и умывальник в наличии. Есть кондиционер и радио. Большое окно. Одноярусная на троих. Вместо иллюминатора обзорное окно. Каюта оснащена шкафом, кондиционером, душем и туалетом. Имеется радио. Важно, если открыть на официальном сайте туристической компании «Арина» схему теплохода Георгий Жуков, можно увидеть наглядно расположение каждого вида кают на палубах, в том числе и на главной. С их расположением лучше ознакомиться до покупки тура, чтобы выбирать уже осознанно. Теплоход Пурга Официальный сайт Теплоход предлагает разнообразные развлечения на любой вкус. Даже для детей предлагается развлекательная программа. Читальный залив. Экскурсии. Конкурсы и подвижные игры, когда теплоход находится на стоянке. На верхней палубе солярий с шезлонгами и креслами. Есть возможность воспользоваться гладильной комнатой. Массажный кабинет. Мастер-классы на самые разные темы. Иногда они по кулинарному искусству, бывают по фотографии. Иногда это что-то более творческое. Благодаря большому выбору фильмов, как художественных, так и документальных, есть возможность проводить кинопоказы. Широкая музыкальная программа. Бывают концерты классической или жанровой музыки, есть эстрадная программа каждый вечер. Передачи или концерты при желании можно послушать прямо в каюте. Важно, некоторые гости отмечали, что кресла, в отличие от шезлонгов, были ненадежны и иногда служили причиной обращений в медпункт, но теперь об этом можно не волноваться. Для детей к новому сезону подготовили свежую программу. Теперь можно устроить пиратскую вечеринку, поучаствовать в праздники Нептуна или поиски сокровищ. Кроме того, есть конкурсы детского рисунка, викторины, творческие мастер-классы и сладкий праздник. Есть и вечерняя программа, которая будет интересна как детям, так и подросткам. Взрослым будет полезна информация о том, что на борту имеется конференц-зал на 200 человек и очень хорошие качества GSM-связи. Подробную информацию можно найти о «Георгии Жукове» теплоходе на официальном сайте. Теплоход Константин Симонов Теплоход-пансионат хорош тем, что в стоимость билета, открывающего дорогу в речное путешествие, входит не только посадка на борт. Цена путевки включает в себя поселение в каюте, постельное белье, питание три раза в день, в день отправления, ужин, экскурсии, два вида развлекательных программ. Важно, дети, которым еще не исполнилось двух лет, могут ехать бесплатно, а для детей в возрасте с двух до пяти лет, если они едут без места для ребенка, оплачивается только питание. Дресс-код отсутствует, но будет лучше, если на некоторое мероприятие с собой будет не пляжный или спортивный наряд. Поскольку корабль придерживается концепции «теплоход-пансионат», пассажиры имеют возможность получить полноценное трехразовое питание. Если судно заполнено целиком, то питание будет проходить в две смены. Есть возможность кроме стандартной еды выбрать низкокалорийные или вегетарианские, но не веганские, блюда. Завтрак всегда комплексный, со второго дня круиза предоставляется выборное меню. Ужин в первый вечер у рейса, отошедшего в 8 вечера, проходит по системе «шведский стол». Важно, меню, несмотря на разнообразие, роскошностью не отличается. Не стоит ждать чего-то особенного, кроме вкусной, хорошо сервированной и здоровой пищи. Два ресторана, Волга и Нева, сервируют у себя питание все три раза. Кроме них есть диско-бар, просто бар на солнечной палубе и во время «зеленых стоянок» для желающих готовят шашлык. По заказу возможны торжественные ужины по любым поводам, неважно, день рождения это или юбилей свадьбы. При рейсе от пяти дней предусмотрен заключительный капитанский коктейль. На всех рейсах запуск шаров с приветственным коктейлем. Для тех, кто следит за своим здоровьем, на корабле предусмотрена лечебная физкультура, а в меню фито-чае. На борту имеется медпункт, где квалифицированные медицинские работники справятся со всеми непредвиденными ситуациями. Конечно, взять с собой необходимые лекарства все равно надо, но об остальном может позаботиться местный врач. Чтобы построить планы на отдых, стоит знать расписание и информацию о скидке, если они есть. Так, в 2018 году, туристическая компания «Арина» предлагает скидки в 10%, если полностью оплатить тур по 31 августа. Посмотреть, когда осуществляется навигация и какова будет стоимость заинтересовавшего тура можно и на сайте круизной компании «Водоход». Важно, цены всегда нужно уточнять на официальных сайтах туркомпании, не все посредники успевают следить за акциями и могут вовремя не расположить информацию о каких-либо скидках. Стандартное время судных круизов – с мая по сентябрь, и большинство из них начинаются из Москвы, что хорошая новость для желающих отдохнуть из Жуковского. Лишь у некоторых начало пути находится в Нижнем Новгороде. По количеству дней туры есть и на 3 дня, и более, чем на 15 ночей. Соответственно, если брать путевку на 7 дней, теплоход отчаливает 19 августа, то вернется он 25 августа. Поскольку теплоход 1, то расписание напрямую зависит от длительности тура. Так, первое плавание в году стоит 0,3, 0,5, длится 4 дня, а следующее по расписанию стоит уже 0,7, 0,5. Самых длинных туров, в Астрахань, всего 2.1, 13,06, уже прошел. Следующий будет 31,07 и длительность такого плавания – 19 дней, то есть это полноценный отпуск на воде. Если цель – уютный отдых с семьей или в приятном одиночестве, вдалеке от городского шума, то теплоход Георгий Жуков именно то, что нужно. Скучать не будут ни взрослые, ни дети, а познавательные экскурсии будут интересны многим любителям истории и архитектуры. Туристы, ищущие спокойный отдых, найдут для себя занятия по вкусу, например в читальном зале. А любители зажигательной тусовки всегда могут поискать ее на вечерних мероприятиях. Маленьких гостей тоже скучать не оставят. Объединив все это, получается идеальное место для семейного досуга. Выйти может дороговато, если есть желание отдохнуть по высшему разряду, но плавание будет стоить своих денег.